ВЗРЫВ 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 Здравствуйте! Наша очередная встреча посвящена будет фаршу. Сегодня я расскажу и покажу рецепты, которые предназначены в основном для людей, которым или совсем нечем жевать, или трудно жевать. Будем делать сегодня два блюда из фарша. Это голубцы и котлетки. Ну, сами понимаете, что это будут не совсем обычные блюда. Голубцы мы привыкли видеть завернутыми в капустные листья. Блюда, которые идут под этим общим названием голубцы, бывают разные. Вы все слышали такое название, как долма. Вот помните фильм «Именно?» У тебя разве в Грузии делают долму, а у тебя в Армении разве делают долму? Но долма – это голубцы в виноградных листьях. И не обязательно это блюдо связано с Кавказом. В частности, в еврейской кухне есть голубцы в виноградных листьях. Они отличаются от кавказской долмы приправой, которая идет в фарш. С приправами там идет пряные травы, несколько видов перца идут, но об этом позже. Значит, долму в основном делают из баранины или говядины. Но так как мы живем с вами в Эстонии, мы не будем делать каширные голубцы, мы сделаем голубцы из свиного фарша. Фарш мы делим пополам примерно, чтобы часть у нас пошла на голубцы, а вторая часть на котлетки. Вот так вот примерно мы поделили этот фарш. Дальше чистим лук. Порезали, теперь мелко крошим. О, плакать будем, но это ничего, это полезные слезы. Чтобы сильно не плакать от лука, ножик мочим под холодной водой. Так, 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 так. Нарезанный лук смешиваем с фаршем. Теперь мы, когда смешали фарш с луком, добавляем сюда полуотваренный рис. То есть рис варенный не до конца, примерно до половины. Ну, кладем примерно меньше, чем одну треть мясного фарша, чтобы был рис. Где-то вот, нет, еще чуть-чуть можно, вот, где-то вот так вот положили. То есть одну треть от того объема. Сейчас смотрим. Так. Смешиваем рис. Туда же отбиваем одно яйцо. Вот так вот. Сюда же вливаем примерно две столовые ложки оливкового масла. Это будет раз. И это будет два. Вот так вот. Берем помытую кинзу немножечко. И ее собираем в кучку. Меленько-меленько кружим. Забираем. И кладем сюда же фарш. Так, теперь начинаем приправлять солью и другими специями. Ну, вот. Соль берем крупную, не ягодированную. Так, вот, примерно так, так, так. И теперь размешиваем. Так. Теперь делаем что? Все, теперь мочим руки водичкой. И начинаем делать вот что. Руками. Руками мы в перчатках. Так что это все будет чистенько. На соль фарш пробуем таким образом. Берем кусочек сырого фарша. Нормально. Сейчас начинается процесс, в котором главное не переборсить. Приправы, пряных трав. Кимьян сушеный. Вот немножко. Пять сортов перца. Красный, белый, черный. Там куча перца. Так, это сюда. Перчим. Перчим. Так. Теперь. Привезенный из Таиланда. Перец. Чили. Ну, это тоже не для слабонервных. Так что мы его кладем совсем немножко. А здесь. Тоже нечто наподобие перца с чили, только немножко мощнее. Ну, вот. Все. Чуть-чуть положили. Теперь. Все это опять смешиваем. Сначала ложкой. Сначала ложкой. Потом опять. Руками. Теперь мы крошим немножко зеленого лука. Меленько так, меленько, меленько. Крошим зеленый лук. И как бы это странно ни звучало, добавляем в фарш немножечко молотой корицей. Вот, совсем немножечко, где-то щепотку совсем. Так. Теперь это опять размешиваем. И ставим на полчаса в холодильник. Пока у нас фарш настаивается, доходит, мы сделаем с вами легкое первое блюдо. В жару это будет самое то. Ну, привыкли в жару кушать окрошку, холодный свекольник. Но иногда надо кушать и горячее первое. Обязательно. И суп гаспачо, томатный суп, ну, самое то, что подходит в летнее время. Мы делаем упрощенный вариант. Мы берем готовый томатный сок, чтобы он нам не возиться с помидорами. Так. Открываем и выливаем томатный сок, привыкли взболтав в кастрюльку. И ставим ее на огонь закипать. Пока супчик наш, основа, греется, берем пару разноцветных помидоров. Моем. Моем чистенько. Сразу бросаем в кастрюльку. Желтая ее есть. А хватит теперь половинку красного. Так, теперь, пока все это у нас там закипает, берем терку на середине терке. Натираем твердый сыр. Этот натертый твердый сыр. Пока там только теплый, чтобы он резко не запарился и не свернулся. Мы его потихоньку подсыпаем сюда. Так, так, так. И размешиваем. Это не тот, конечно, классический гаспачок, где вареные огурцы, а просто легкий томатный супчик с тертым сыром. Вновь взяли кинзу. Вновь мелко ее мелко-мелко-мелко нарезаем. Отправляем туда в кастрюльку, где у нас плавится сыр. Отмешаем немножко. И теперь опять берем приправу чили или каенский перец, или вот эту самую термоядерную. И вот посмотрите, сколько я кладу. И не больше. И кладу это в кастрюльку. Все, и теперь помешиваю, помешиваю, помешиваю. Мы доводим до кипения томатный сок готовый. Кладем туда немножечко кусочков свежих помидоров разного цвета. Всыпаем кинзу. Добавляем острые приправы. Но солить пока воздерживаемся, потому что томатный сок соленый. И сыр наш имеет тоже соленоватый вкус. Так что соли добавлять нам пока не надо. Там по вкусу получается. Так. Нормально. Теперь берем широкий тазик. И берем виноградные листья. Которые растут на одном из огородов в нашем регионе. Но в экологически чистом месте. Отрезаем вот эти вот хозяйства это. Чтобы удобно было, мы одной стороной кладем сверху. Потому что когда будем делать фарш, нам надо будет галубцы класть светлой стороной кверху. Сок вот нам пока хватит. И завариваем сразу листья крутым кипятком. Крутым-крутым кипятком. Кипятком. И вот они нам уже дают виноградный аромат. Так, накрываем крышкой, чтобы они у нас как бы парились на пару. Эти свежие листья, которые мы запарили, мы приготовим сейчас, пока лето. А зимой, на зиму, можно эти листья просто засолить в банке. Вода, крепкая соль. И этой водой горячей, соленой, рассолом соленым, залите эти листья. И потом, когда вы захотите сделать голубцы в виноградных листьях, достаете, промокаете их и можно готовить. Мы сегодня будем делать голубцы не только в виноградных листьях, но и в листьях свеклы. Слава богу, у нас лето. Свекла у нас с листьями есть. Поэтому мы берем свеклу, отрезаем от свеклы ботву. Клубни у нас пойдут на что-нибудь потом другое. А здесь у нас, значит, остается свекольная ботва. Мы берем, выбираем, значит, листочки поприличней. Много нам не надо. Несколько штук мы сделаем в свекольных листьях. Даливаем опять оставшийся кипяток. Даливаем эти листья кипятком. И они у нас постоят. Под крышкой так же. К нашему томатному супчику мы делаем гренку с сыром. У нас остался тертый сыр. Мы его аккуратненько вот сюда вот насыпаем. Распределяем по всему кусочку. Кладем сюда. Закрываем. Вот так вот. И включаем в розетку. Все. Ну вот это у нас томатный супчик с гренками, с сыром. Томатный супчик с сыром, гренки с сыром. Легкое такое первое блюдо. Ну вот. Фарс наш настоялся. Теперь мы что делаем? Мы теперь берем по листочку, один листочек, значит, виноградный, и кладем на салфетку. Так, на салфетку и кладем вот этой светлой стороной кверху. Так, вот мы возьмем вот темная сторона, а вот светлая сторона. Значит, нам сначала надо его промокнуть. промокаем, промокаем, берем фарс, формируем такую маленькую колбасочку, небольшую, чтобы потом не порвалось ничего. Кладем сюда, вот так вот, и заворачиваем. Вот так, раз, вот так, два, вот так, три. То же самое делаем и свекольных листьев. Берем свекольный лист, здесь уже нет разницы, какой стороной, светлый или темный, но мы постараемся аккуратно так вот положить, развернуть, промокнуть. Хорошо. Вот так вот, теперь это кладем сюда, снимаем бумажку, чтобы поменьше берем фарсик, вот так вот, фарсик берем, вот так вот, формируем колбаску. Теперь накрываем, раз, закрываем эти бока, дальше продолжаем в том же духе и формируем голубцы. Ну вот, теперь берем кастрюльку и выкладываем дно виноградными листиками. И укладываем наши виноградцы в виноградных листьях. Стараемся по кругу положить. Положили и теперь опять сверху накрываем виноградными листиками. Вот так вот, накрываем, положили это, мы все укрыли виноградными листиками. Вот так вот, аккуратненько. Так, теперь набираем водичку, чтобы она покрывала наши голубцы. Ну, сантиметра на 3-4. Теперь ставим на огонь, солим и доводим до кипения. Теперь немножко добавляем соли, вот потом еще попробуем на соль. Как это будет? Пока хватит. Доводим до кипения, потом будем попробовать. Теперь то же самое мы теперь делаем с голубцами в свекольных листьях. Но уже без листьев мы их выкладываем в кастрюльку. И заливаем водичкой. Ставим тоже на огонь. Добавили водичку и кладем тоже немножечко соли. Вот, и будем теперь ждать, когда все это у нас закипит. Берем оставшийся пар. Сделаем следующее блюдо. Снова чистим лук. Теперь берем молодой чеснок. Берем отсюда пару долек. Так, наши голубцы закипели. Голубцы, как говорится, свекольных листьев, мы будем делать в сметану соусе. Берем сметану и выжимаем прямо туда немножко. Вот так вот. Выжали. Теперь добавляем чуть огонь, чтобы оно размешалось. Вот так вот сейчас будет кипеть и размешается. Вот, а эти голубцы с виноградных листьев мы будем кипятить в чистой воде. Так, поэтому берем другую ложку, чтобы ложки нам не мешать сметаны с этими. Пробуем голубцы с виноградных листьями. Делаем тише. Так, чистим чеснок. Отправляем чеснок в давилку. Отправляем, раздавим чеснок в фарс. Так, теперь вторую половинку. Так. Хватит. Так, хватит чеснока. Мелко-мелко режем гребчатый лучок. Теперь берем полкило грибочков, которые мы, лисички, мы их заранее отварили. Их долго отваривать не надо, минут 10 и все. Так, берем, мы их сейчас мелко крошим. Так же мелко. Меленько их покрошили и отправляем в фарш. Так, вбиваем туда же яйцо сырое, куриное. Так. И крошим, опять же, немножко кинзы. Солим. Ну, где-то вот. Так. 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 И добавляем черный молотый перец. Да тут можно из пяти сортов, можно даже. Так. Теперь все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Так, чтобы однородная такая смесь получилась. Чтобы грибочки не были в одной кучке, и справа в другой кучке. А чтобы это было все. И чтобы наши котлетки были в довольно таком приличном виде. Мы туда добавляем еще немножко оливкового масла. Буквально столовую ложку. Или так вот, вот так вот, вот так вот. Все, хватит. Так. Ну вот, смешиваем. Вот так вот. Моем руки, но не только для того, чтобы они были чистые, а для того, чтобы они были мокрые. Формируем шарики. Формируем шарики одинаковые. Шарики, 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 шарики. Получше так вот скатали. Приплюснули. Формировали. Положили. И таким вот образом мы делаем котлетки. Потом обваливаем их в муке и жарим. Жарить их будем на подсолнечном масле. Значит, немножечко маслечка наливаем на сковородочку. Берем нашу сковородочку. Разогреваем немножко. Так, берем. Кладем. Несколько котлеток. Сейчас быстренько сварганим салатик. У нас есть отварной язычок. Можно в магазине готовый отварной покупать, присованный, но лучше не надо. Берем отварной язычок. Режем его тонкими полосочками. Теперь берем картошечку. Режем на такие же одинаковые кусочки. Картошечка у нас отваренная в мундире. Так что потом мы ее подсолим. Берем зеленый горошек. Вы сейчас скажете, что это получается оливье. Это ни в коем случае получается не оливье. Потому что здесь у нас язычок. Так, теперь мы сделаем. Ложный посолить. Так, посолить. Не до конца. Теперь берем майонез провинсаль обычный. Так. И смешиваем его со сметаной. Так. Смешиваем его со сметаной. Добавили к майонезу сметану. Теперь чуть-чуть добавляем немножко лимонного сока. Но заметьте, не лимонной кислоты, а лимонного сока. Сока. Вот так вот. Теперь смешиваем все это. Я надеюсь, этот языковой салат понравится языковой инспекции. Его даже можно назвать салат «Языковая инспекция». Так, сейчас быстренько сварганим салат для голубцов. Для этого чистим обратно чеснок. Выдавливаем остатки майонеза. Чеснок с майонезом мы смешали. Теперь берем острый шашлычный кетчуп. Добавляем сюда. Вот так вот. Примерно половину того, сколько было майонеза, тщательно размешиваем, чтобы такой однородный цвет получился, чтобы чеснок размешался. И добавляем сюда еще немножко перчик у чили. Вот примерно вот так. Теперь добавляем еще буквально каплю лимонного сока. Ну вот, дорогие друзья, мы сегодня вам показали несколько рецептов, которые, думаю, вам пригодятся. До новых встреч в передаче «Антисмак». 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 Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»